Музыка Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемый Николай Лаваевич, я очень рад приветствовать вас в Москве и признательны вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого 2020 года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе. Россия дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооружённым конфликтом. Масштабные боевые действия, к сожалению, привели к значительным человеческим жертвам, обострили и без того сложную ситуацию в Закавказье, увеличили риски и распространение терроризма. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня. Над решением этой сложной задачи напряжённо работали дипломатические и военные ведомства наших стран. Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий, после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трёхстороннее заявление, которое мы с вами подписали. В этом базовом документе, как известно, речь прежде всего идёт о полном прекращении военных действий, об отправке в регион российских миротворцев и, что особенно важно, о том, чтобы оказать мирному населению, пострадавшему от боестолкновений, всемирную и эффективную помощь в возвращении к нормальной жизни. Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнёрами, с председателями Минской группы наши действия. Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов. Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российские миротворческие контингенты. Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев действует 23 наблюдательных поста. Ещё 4 дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведён обмен пленными и телами погибших. Успешно функционирует Международный центр гуманитарного реагирования, в рамках которого специалисты наших стран решают насущные вопросы, связанные с налаживанием нормальной жизни населённых пунктов, реконструкции разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры. Сотрудники центра занимаются восстановлением энерго- и теплоснабжения. Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов и всего более полутора миллионов тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории. Проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов. Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по включению ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займётся специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Хотелось бы рассчитывать, уважаемые коллеги, что наши сегодняшние переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чём все мы, безусловно, заинтересованы.